друзья привет вам с новой рубрики на нашем youtube канале на пасторском разговоре мы будем обсуждать самые практичные повседневные вопросы пасторства и служения по местным общинам хочется сразу подчеркнуть что именно вы можете поучаствовать формирование нашей повестки пожалуйста активно пишите комментарии под этими видео присылайте нам ваши вопросы с которыми сталкиваетесь каждый день в любым удобным способом мы постараемся принимать все актуальные вызовы а сегодня хотелось бы поговорить на тему общения между служителями с вами евгений добрый день еще раз да я хотел бы начать наверное издалека я не скажу ничего нового если опишу немного контекст наших церквей в котором как мне кажется мы находимся с одной стороны большинство евангельских церквей в нашем пространстве объединены в некоторые союзы и в связи с этим ну можно сказать что автономность по местной общины до в чем-то у нас не так активно видно там как скажем это распространено на западе мы как общины порой принимаем те решения которые так или иначе принимает союз с другой стороны каждая община видит себя как бы в отдельности за ли вы изолированы от других общин и мы сталкиваемся с тем что несколько церквей в одном городе не очень-то активно порой ищут пути для какого-то взаимодействия отсюда появляется такая вот простая концепция есть я концепция имеется ввиду у служителей этих поместных церквей то есть концепция о том что есть я есть христос есть церковь есть паства вот моя поместная община у тебя еще там бы есть союз до сидала тебе еще есть ну да еще есть союз да и есть допустим ну братьев церкви максимум да а что касается остальных церквей что касается остальных братьев, служителей, со-пастри, со-служителей других общин в других городах, то тут уже как бы с кем хочу, с тем общаюсь, с кем не хочу, с тем не общаюсь. Вот такой подход, который как бы с одной стороны изолированный, с другой стороны какая-то формальная обобщенность. Вот как вам кажется, нормальная ли эта концепция, правильная ли эта позиция, согласно которой каждый служитель немножко, можно сказать, варится в своем котле? Антон, рад, что мы с тобой начали такую рубрику. Кажется, это уже второе или третье интервью наше на актуальную тему. Но мне думается, что ты соединил в своем вопросе два таких, может быть, больших аспекта. Ты сказал про структуру церковную, отчасти где-то иерархичную, а с другой стороны это тронул вопрос такой абстрагированности, изолированности по местной церкви. Это вот две таких вещи, но я их попробую сейчас суммировать в какую-то одну систему, взаимосвязанную систему. Так вот, отчасти братья-служители или по местной церкви замыкаются сами в себе по нескольким причинам. С одной стороны, есть какая-то структура, которая создает некоторые площадки, формальные площадки общения, но которые со временем, если их не обновлять и не актуализировать, превращаются просто в некий формализм. Для этих служителей, церквей, им кажется, что любая площадка, какая есть, это некий формализм. Либо это игра власти, кто старше, кто больше, либо просто какая-то формальность. И поэтому, и по той причине, лучше сказать так, по той причине, что у них есть реальный труд, реальные люди, реальные задачи, они думают, лучше вообще от всего абстрагироваться, от всего дистанцироваться и заняться реальным трудом. И кажется, что на этой площадке формально никто не понимает его, либо просто делают какие-то свои дела через него. Поэтому лучше будем держать дистанцию и сами по себе будем заниматься реальной работой. И это одна из причин, почему эти братья из-за формализма, из-за того, что их, может быть, каким-то образом использовали или вовлекали в какие-то вещи, которые, ну, вроде хорошие, но не так принципиальные для этой общины, они создают вот такую дистанцию и замыкаются. Это одна из причин, это один из аспектов. Да. А второй аспект – это то, что нужда бывает такая, ну, что ли, громкая, что человек начинает ее удовлетворять в своей поместной общении, и ему уже не то, что кажется, а он уже не видит вообще чуть больше, чуть шире, чуть выше то, как можно вообще перестроить все, как можно сделать лучше. Он просто тянет лямку, вошел в колею, и уже не может вырваться. И ему точно нужна помощь и поддержка. И вот, как бы, чем это чревато? Что в итоге мы получаем, когда мы изолируемся, когда мы остаемся наедине со своей, скажем, рутиной служения, да, если можно так сказать? Что в итоге? В итоге мы получаем либо маленьких царьков, которые начинают господствовать над Божьим стадом. не так часто, но нередко. Потому они видят, что это вот один из лучших путей решения тех вызовов, трудностей, задач, которые ставят перед ним или перед ним служение. Держать все, да, в креплении. Ну, как-то, да, что едином начале помогает, и как-то все вроде понятно, четко. А либо мы получаем таких измученных людей, надломленных, которые пытались все тащить сами, которые не ощущали поддержки со стороны общины, которые, может быть, пытались на межсерковном уровне где-то там участвовать в каких-то структурах. Там они побыли, поприсутствовали, ими, может быть, заткнули какие-то дыры, но вот на локальном уровне они оказались потерянными. И надломленные люди, изможденные, утомленные, порой поломанные души. Да-да-да. Я предполагаю, что вы сталкивались, да, с такими случаями? Вы представляете, что это за список людей? Да, ну, самое опасное – это получить либо лицемера религиозного, который все правильно знает, который правильно говорит, даже который может внешне что-то правильно вести, но сердце его далеко, либо циника, который вообще уже никому не верит, ни во что не верит, которого, возможно, сердце даже охладило по отношению к Богу. Вот можно ли сказать, что, по сути, обходным путем описанных вот этих, можно сказать, проблем, нехороших явлений, является как раз-таки активное общение между служителями разных церквей, разных городов и даже, может быть, стран. То есть спасает ли от этого общение с другими евангельскими служителями? Если да, то вот как? Знаешь, вот если не брать сразу такой формат, что общение со всем миром, потому что, ну, это тоже звучит очень сильно. Ну да, широко. Да, очень широко. А вот именно само общение с другими точно помогает. Апостол Иоанн в своем первом послании говорит, если мы имеем общение с Богом, то мы имеем общение друг с другом. И это общение, в этом общении мы испытываем исцеляющую, обновляющую Божию работу. Так вот, мне точно нужно общение. И общение не просто поговорить там, где-то на какой-то формальной площадке, хотя и формальные площадки тоже имеют смысл. То есть я скажу, что... Да, да, конечно. Но мне нужно общение сердец. Мне нужно общение душ. Мне необходимо общение соработников. И мне необходимо общение братьев, которые могут меня и ободрить, и обличить, и поддержать, и остановить. Мне нужно это... Мне необходимо это общение. И мне необходимо общение внутри общины. И мне необходимо это общение вне моей общины. Ведь мы же не единственная церковь. Есть другие тоже церкви. и иногда взгляд со стороны может помочь мне во многих отношениях. И даже порой человек со стороны может принести тоже нужное исцеление, которое я внутри не могу получить. Но это, знаешь, очень, может быть, примитивно, но отчасти очень понятно, когда бывает серьезный конфликт в семье, а мне как пастору приходилось в этом не раз участвовать, то именно третья сторона может прийти и помочь. Иногда бывает такое общение, ситуация в церкви, когда внутри общины они не могут выйти вот с этого такого клинча просто, сцепки, и нужно участие со стороны. И вот если будет это общение более регулярное, то высока вероятность, что до такого не дойдет, до такой-то хронической болезни. Но это не обязательно прямо какие-то, знаешь, трагичные ситуации. Иногда просто даже обмен опытом, поддержка какая-то, это крайне необходимо. Поэтому, в сущности, общение с другими – это признак моего общения с Богом, и это признак моего духовного здоровья, и даже зрелости, когда я могу другим послужить тоже. Да, и, может быть, как раз мы могли бы, Евгений, преломить это на какие-нибудь примеры, как это в вашей жизни, например, происходит. То есть как устроено общение, ну, допустим, внутри общины, раз уж мы заговорили об этом, что вы, как пастор церкви, являетесь также активной частью церкви, таким же членом, таким же братом, да, как и любой другой. И вот как устроено ваше внутрицерковное общение? Как оно помогает вам в этом достаточно элементарном? Ну да, знаешь, например, для моей просто христианской жизни мне очень помогает моя малая группа, где я не руководитель малой группы, я такой же член малой группы, и я могу там быть просто христианином, просто членом церкви. В вашей квартире. Да, которая сейчас собирается даже у нас дома. И, несомненно, так или иначе, я не перестаю быть пастором. Но там я скорее член церкви, чем пастор. И поэтому я могу поделиться какими-то своими и переживаниями, и радостями, и просто вместе вот пообщаться с братьями и сестрами, не по причине там каких-то проектов, стратегий, тяжелых пасторских кейсов, а просто вот утешиться общей верой нашей. Это вот это первый уровень. Второй уровень — это общение с моими сапасторами, где мы очень открыто, откровенно разговариваем. Никто меня так не обличал в моей жизни, как мои сапастори, и никто так не протягивал руку помощи, как мои сапастори. И это очень исцеляющее, ободряющее, укрепляющее общение. Также у меня есть круг общения — это московская экклезия, где мы встречаемся с пасторами, единомышленниками здесь, в Москве, около Москвы. И мы регулярно встречаемся, где делимся разными вызовами, трудностями, вопросами, которые у нас возникают, и обсуждаем их в контексте жизни в нашем городе. И я черпаю там много классных идей, хороших мыслей. И не всегда выступаю в роли какого-то там, знаешь, ментора или наставника, а просто как брат, который также здесь трудится вместе со всеми. И также есть всероссийская экклезия, наша рабочая группа. Она даже, можно сказать, не российская, а международная даже. Да, она даже международная стала. И это тоже встреча братьев, единомышленников, которые любят Бога, любят его церковь, хотят помогать другим. И мы очень открыто общаемся, очень откровенно общаемся. Мы делимся нашими страхами и надеждами, победами и поражениями, обсуждаем очень актуальные вопросы даже от локального до глобального масштаба. И я там много получаю. И также у меня есть общение с разными служителями, которые большей частью, ну, все старше меня, в большинстве годов, являются мне в отце. Они для меня как мои наставники. С этим я вот это обсужу, с тем я другое обсужу. Да, и, конечно, есть немало людей, которым я тоже служу в этой помощи. Но даже когда ты служишь другому человеку, как духовный лидер, наставник, брат, отец, это тоже служение твоему сердцу происходит. Ведь ты подмечаешь какие-то вещи, ты видишь, как Бог работает в этом человеке, в тебе работает. И я не представляю, как можно вообще полноценно духовно развиваться. Библия не представляет. Бог нас помещает в церковь. И церковь с маленькой буквы, и церковь с большой буквы, для того, чтобы мы могли полноценно развиваться. Ну вот, так и совсем коротко. Да, это точно. Здесь, наверное, не удержусь, прошу. Когда мы говорим про вот такое интересное общение разных возрастов, да, когда, скажем так, есть служители, старшие служители, молодые, юные, да, какие здесь, может быть, основные советы, что ли, из своей практики вы бы дали и той, и другой стране, чтобы выстроить вот такое какое-то действительно глубокое общение? Знаешь, это отличный вопрос в действительности, и на него прям можно отдельную книгу. Да, и отдельную встречу. Но, знаешь, я думаю, что одна из вещей, да, кстати, мне кажется, программа хорошая сделает, общение между служителями разных возрастов. Ну, одна вещь – это общение вокруг нашей общей веры вокруг Христа и нашей миссии прославить Христа, созидая его церковь. Это вот такой важный момент. Второй момент – не надо занимать все время, особенно старшим служителям, занимать такую позицию ментора-наставника, а просто брата со-пастыря. Это очень поможет. Потому что так или иначе, особенно тот, кто старше, более опытен, он, скорее всего, станет таким наставником. Но если ты будешь так как бы себя предлагать, то, скорее, ты даже можешь смутить. Потому что особенно у молодых людей, у молодых служителей, и у них есть, ну, либо амбиция такая, иногда добрая, может быть, где-то чуть-чуть поврежденная где-то, да, с примесью человеческого, что я справлю, у меня получится. Иногда они думают, я сам с усам. И вот когда ты приходишь, типа, да, я все это проходил, ты еще как бы наивный, то сразу закрываешь двери для открытости, доверия. А когда ты просто приходишь, какое общение самое хорошее для человека? Это когда ему служат, когда ему задают вопросы какие-то, когда ему не нравоучительно что-то подсказывают, а может, какие-то идеи подбрасывают, которые могут помочь, когда что-то подмечают, что реально хорошее. Одним словом, когда ты по-настоящему хочешь помочь этому человеку, тогда его сердце раскрывается больше, потому что растет доверие. Он видит, что ты заинтересован в нем. Это, наверное, первое. А молодым людям, я бы сказал, молодым служителям, ну, вы молодые, вы только начинаете свой путь. Глупец или глупый человек, он научится на своих ошибках, а мудрый на чужих. Ну, поговорите с более опытным, зрелым человеком. Даже пускай он менее в ваших глазах кажется успешным, или подходящим, или вам думается, что, типа, вы справитесь, а он нет. Поспрашивайте у человека, что он делал в той иной ситуации, как он развивался, с чем сталкивался, какие трудности были, как он их преодолевал. Ну, поучитесь этой мудрости, и вам это поможет. Я так учился, я просто сидел и слушал, иногда задавал вопросы. Побольше задавайте вопросы, поменьше декларируйте, какие вы крутые, какие вы отличные, способные там и так далее. Да, мне кажется, это очень доброе напоминание. И мы отчасти этого коснулись. Вот сейчас могли бы мы углубиться как раз-таки в размышления о том, что же такое настоящее плодотворное такое общение христианское. Ну, давайте говорить, да, прицельное общение между служителями. Как сделать так, чтобы это было вот действительно для славы Христа, для пользы души, для пользы служения. Я думаю, у нас здесь есть широкий опыт традиции в плане бань и шашлыков. То есть это очень понятный для нас формат. Выбраться с братьями куда-нибудь вот так. Но, кажется, есть трудность в развлечении хорошего, приятного времяпрепровождения и вот такого действительно целенаправленного, плодотворного христианского общения, обмена опытом. Знаешь, это хорошее... Ты взял наблюдение, Антон. Ну, вот одна из вещей, которую я бы заметил, вот если на локальном уровне, да, не на глобальном уровне, а на локальном уровне, очень часто качественное общение появляется тогда, когда есть количественное общение. Вот, условно говоря, ты вышел, на рыбалку поехал, там, по грибы, в шашлыки, в баню. И вот вроде это такое, знаешь, количественное общение. Но там рождаются очень интимные, особые беседы, откровенные разговоры. И если бы не было вот этого фона, не было бы этого времени, то этого не произошло. То есть обстановка, атмосфера. Да. И поэтому иногда, ну, даже не то, что поэтому иногда, а нередко хорошее общение рождается, когда просто есть вот это доброе такое время. Да просто день рождения вместе отметить, в гости друг к другу прийти. Это, наверное, такой момент. Да, конечно, на более глобальном масштабе, я понимаю, там, не знаю, когда ты встречаешься с людьми из другой страны, у тебя нет столько времени, это более концентрированное, понятное общение. Здесь уже как бы какой-то уровень доверия выше друг к другу. Но это одна сторона. Вторая сторона — это то, что если ваше общение не переходит на уровень глубже, чем только обсуждение труда, совместных проектов или просто каких-то служений, если нет общения душа к душе, сердце к сердцу, то эффективность, она просто не будет такой высокой. И вот одна из задач служителей, которые, в принципе, должны, могут друг друга понять, это правда, и здесь, Антон, надо признать, что те, которые занимаются похожим, ну или одним служением, они могут друга лучше понять. Это правда. Не потому, что другие там менее интеллектуальны уж, они могут быть намного более интеллектуальными, но просто контекст общий. И это правда. Но если вы будете просто общаться по служению, то, значит, общение не началось по-настоящему. Ну, есть как бы разговор, но пока общение сердца к сердцу не началось. И здесь требуется кому-то сделать первый шаг. Вот, наверное, отчасти людям более духовно зрелым, более опытным, более старшим необходимо перевести общение в плоскость больше открытости. И тогда уже другая страна будет больше открываться. И как у нас в России или в нашем славянском контексте открываются люди? Ну, надо рассказать о своих проколах, о своих неудачах, о своих вызовах, трудностях, поражениях. Тогда человек подумает, о, даже у него... Да, да, чтобы стать наравне, да? Да, как бы даже у него, значит, ну, как бы если он так не боится, говорит, и я могу что-то сказать. Ведь беда в том, что многие служители в своих церквях, они боятся сказать, потому что признаешься, там, к какому-то брату он подумает, ух ты, ничего себе, мой пастор какой. А я-то думал, что он, ну, разве что чуть-чуть хуже, чем Иисус, а он оказывается такой же, как и я, или еще хуже, чем я. Вот. И я не говорю про какие-то страшные грехи, которые дисквалифицируют. Я говорю про вызовы, про искушения, про трудности. Про борьбу. Да, про борьбу. И вот здесь нужно стараться перейти на такой уровень общения. Хотя, хотя даже если есть уровень общения на уровне обсуждения каких-то служений, вопросов, уже хорошо, уже важно, уже необходимо. Ну вот мы, да, и переходим, получается, к тому, что такое плодотворное, эффективное общение между христианскими служителями это почти то же самое, что любое плодотворное общение между христианами. Да, и в принципе, все это сводится к тому, наверное, посланию Иоанна, о котором вы сказали, что если ходим во свете, имеем общение друг с другом, и, пожалуй, что это точно. Но если говорить про более структурные решения для созидания такого глубокого, ценного общения, то что вы подразумевали под, ну, скажем, формальными площадками, которые как бы у нас так или иначе присутствуют? Знаешь, это отличный вопрос, Антон. Спасибо тебе за такую добрую, интересную беседу. Это то, что один мой наставник, еще в далекой-далекой моей юности, он как-то сказал мне, ты можешь попросить кого-то из молодежи, а я-то молодежным лидером стал. Когда ты, может быть, идешь там на транспорт, чтобы ехать там до дома или куда-то в поездку, ты просто можешь сказать, покритикуй меня, пожалуйста, чтобы ты услышал взгляд со стороны. Вот служителю важно слышать взгляд со стороны, потому что иногда у нас притупляется немного острота зрения нашего служения, иногда мы какие-то вещи не замечаем, у нас появляются такие мертвые зоны, иногда мы к каким-то вещам так привыкли, что нам кажется, ну, только так, а не иначе. И мы теряем способность, войдя в эту колею или, будучи перегруженными, как нам кажется, многими вещами, не замечать порой ну, фундаментальных, потрясающих или просто нужных решений. И вот нам необходимо, чтобы кто-то со стороны, который так же, как и я, занимается подобным служением, который сталкивается с похожими вызовами, который мог бы дать какую-то оценку тому, что я делаю, что я хочу делать. И не потому, что он обязательно лучше, чем я, а потому что ну, железо, железо, Австрит, говорит Божье слово. Взгляд другого человека помогает мне, говорит Писание. Двоим лучше, нежели одному. И вот это ради повышения эффективности, либо, может, исправления чего-то, или приобретения, либо, может, даже выйти на новый уровень. Мне нужен взгляд другого человека, участие в другом. И поэтому здесь хорошо пообщаться, поговорить, пообсуждать и послушать. Да, ну, то есть это может быть кто угодно, это может быть брат из церкви, это может быть... Брат, с которым мы служим. Знаешь, ну, вот здесь почему и важно общение служителей, потому что брат из церкви, может быть, он не обладает всей картиной, он несет всю ответственность, он не мыслит так стратегически, так вот, на каком уровне. Вот почему другой человек с другой церкви, ну, даже, может быть, более безопасно с другого города, он может помочь себе. с другой стороны, у вас одинаковый контекст, вы занимаете служение в церкви, а с другой стороны, и у вас вызовы похожие, а с другой стороны, вы в разных местах вы можете поделиться, пообщаться и поддержать друг друга. Хорошо. Вот, допустим, допустим, вы убедили юного брата, да, искать общение, вот такого общения, которое будет созидать, которое будет, ну, как бы, направлять сердце на себя, на Христа, на свое хождение перед Богом, на свое служение и так далее, да? Как же, вот, искать этого общения? Где его найти? Какие есть площадки, решения, да, вот в нашем с вами контексте? Окружение. Знаешь, с одной стороны, надо смотреть на формальные площадки, которые есть. Так, какие? То есть, ну, вот есть, допустим, в каждом объединении, по крайней мере, по определению, должны быть периодически встречи рукоположенных, там, служителей. Какие-то, может быть, мероприятия для служителей церкви. Ну, надо посмотреть, прийти туда и посмотреть. Кстати, здесь вот один важный совет. Те, которые ведут эти площадки, те, которые этим занимаются, люди, которые находятся внутри структуры, там, не знаю, старшие пресвитеры или епископы, там, или кто-то еще, очень важно, чтобы эти площадки, имея даже порой необходимый формализм, ну, например, там, избрать кого-то представителем, там, на съезд, там, или на какое-то мероприятие, конференции, что-то еще, чтобы они не превращались просто в номенклатурно-формальную встречу, а чтобы там был этот дух братского взаимодействия, соучастия, присутствия, ну, в конце концов, такой пастерской каинонии, тогда люди будут приходить туда с радостью, а не потому, что должны. Ну, на такой площадке, даже если она формальная, даже если там просто дух формализма, там точно есть братья, которые живые, которые думают о служении, которые могут помочь. Там может быть такой человек, но, может быть, даже вы там можете кому-то помочь. То есть, и, может быть, это таким образом. Ты приходишь, смотришь и видишь какого-то, может быть, брата, который немного полупотерянный, немного в смущении, либо, может быть, даже взорвавшийся в чем-то. Ну, просто подойдите к нему после или до, пригласите попить там чай или кофе, просто прогуляться с ним вместе, послушайте его. Это вот, наверное, первое слово. Второе, есть некоторые площадки, которые для этого и заточены. Ну, отчасти это экклезия. Одна из таких площадок. Наверняка есть еще площадки. Там, я знаю, что не только в городах есть площадка М4, есть какие-то миссионерские там комитеты, есть какие-то там точки по служению репцентрам, и, то есть, там, посредственной школе, молодежные какие-то. Смотрите, где есть площадки, ну, где-то единомышленников, которые связаны одним служением или одним желанием. Ну, для служителей точно площадка экклезии это уникальная площадка, потому что в чем, наверное, сила этой площадки? Она не имеет какой-то формальной задачи что-то передать или куда-то вовлечь. Ее цель – это взаимопомощь, взаимоподдержка служителей на их пути служения, оздоровления, обновления, развития, основания там церквей. Поэтому каждый, кто находится там, у него не какая-то там своя программа, которую надо выдать или как бы включить, а просто помочь друг другу. И вот здесь, наверное, важно подчеркнуть, да, что если первые упомянутые вами площадки, да, если мы так говорим, форматы общения, они прежде всего для рукоположенных, для официальных служителей церкви, да, то, соответственно, конференции, в том числе и экклезия, и все, что экклезия как движение предлагает, это не только для уже рукоположенных, но и для, собственно, просто активных служителей разных направлений церкви, правильно? Да, да, чтобы поддержать людей на разном уровне, на разном, может быть, не знаю, как бы, этапе их развития. Да. Здесь вообще интересно отступить чуть-чуть назад, посмотреть пошире, откуда в нашем контексте появилась вот такая стойкая, твердая традиция конференций, да, ежегодных. То есть, мне кажется, что это в нашем менталитете евангельских христиан, да, скажем так, может быть, страны СНГ, как это правильнее сказать, есть такой пункт, что ежегодная какая-то конференция, одна, две, три, обязательно должна быть мною посещена, да, и, то есть, соответственно, появляются там конференции, церковь растет, сначала внутренние мероприятия как-то уфиливают, потом, соответственно, появляется какая-то конференция на ее базе, и обязательно вот ежегодно собираются. Откуда вот такая потребность появилась, это как негласный кодекс евангельского христианина уже, вот, может быть, немножко в историю заглянем? Знаешь, интересно, ты так, такое сделал наблюдение, очень интересное наблюдение, у меня, наверное, нету такого однозначного ответа сразу, я не думал в этой плоскости, наверное, есть тут три момента, которые я сказал, давай просто начнем и посмотрим, куда мы выйдем. Первая вещь, это то, что сама по себе конференция, ну, конференция, конференция, это встреча, встреча заинтересованных людей по данной тематике, по данному, там, вопросу труда, служения и прочего, она же свойственна не только религиозному миру, но и светского миру, то есть место встречи для обмена опытом, для проведения чего-то, продвижения какой-то программы, и так далее, и тому подобное. Поэтому, в принципе, это часть человеческого бытия, собираться вместе, чтобы что-то сделать вместе, или совершить какой-то там проект, реализовать. Поэтому это естественно. И, ну, другой формы просто человечество не имеет. Надо собраться вместе, чтобы что-то сделать. Это, наверное, первое. Вторая вещь, в евангельском христианстве, наверное, почему такой элемент присутствует, потому что, по крайней мере, последние 30 лет большим драйвером конференции были всевозможные поначалу западные организации, миссионерские организации, которые, ну, хотели какие-то проекты проводить, мероприятия осуществлять, и нужно было собирать людей, либо ободрять, либо направлять, либо снабжать чем-то. И поэтому такая вот идея, она утверждалась. А третий момент, мне кажется, что у многих, особенно людей постарше служителей, у них уже есть оскомина по отношению к конференции, а они уже устали от конференции, потому что они были везде, знаешь, грубо говоря, от Билли Грэма до Макартера. Что я там не видел. Да, что еще там я не видел, что я там не слышал, что еще вообще могу сказать. И когда конференция построена по принципу «приезжайте, мы вас научим», либо «приезжайте, мы через вас сделаем какой-то проект», у такого служителя, у него сразу красная лампочка, тормоза, стоп, там нечего делать. К сожалению, из-за этого они могут относиться вообще к любой, даже очень хорошей конференции, как к нечто плохому или ненужному. Да, мне кажется, такое возражение имеет место быть. Мы еще обязательно к нему вернемся. Но интересно, вы сказали, что это в целом традиция или тенденция, или, как сказать, инструмент, который придумывает человечество. Естественно. В этом плане как отличить или чем должна отличаться христианская конференция для служителей от такого просто профессионального съезда? Супер. Ну, знаешь, я проводил в своей жизни столько конференций, что... Каких? Вообще всевозможных. 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 Поэтому это измеряется даже не сотнями конференций, это просто много конференций. Больше, чем свадеб? Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Вот. Ну, в моем служении, особенно, когда я занимался молодежью, у меня каждый месяц было по нескольких конференций. Ну, вот, да, молодежная тема. Мне кажется, конференция особенно связана. Ну, молодежь хочет общаться, встречаться. Знаешь, есть одна принципиальная вещь, вот, которую я бы отметил. Есть конференции, которые построены вокруг спикера, вокруг передачи контента, либо вокруг какого-то проекта. А есть конференции, которые построены вокруг участника. И вот, наверное, моя самая большая задача была это построить конференцию, которая вокруг участника ради большой божьей цели. Не ради того, чтобы передать контент, не ради того, чтобы реализовать какой-то проект, не ради галочки, то, что мы провели конференцию, а ради того, чтобы помочь буквально каждому, кто оказался на этом месте. И вот на такую конференцию надо приезжать, особенно, когда она профильная, когда она для тебя, для служителя того или иного направления. Вот там надо быть. И второй аспект. Для людей, которые уже много лет трудятся, для них конференция это скорее место встречи друзей, место общения. Уже контент, который звучит, может быть, с кафедры, играет все меньше и меньше роли, потому что они сами могут встать на кафедру, рассказать, может быть, не так ярко, как там телены и спикеры. Ну, то есть, это нормально. Ну, точно. И это нормально. Я приезжаю на эту конференцию уже, ну, каждый год уже 20 лет подряд точно. И я думаю, что я могу сказать лучше некоторых спикеров то, что они говорят. Так. Но, и я даже скажу больше, я уже многого не слушаю, когда я присутствую там. Потому что, ну, контент так или иначе повторяется. За 20 лет это точно уже есть много повторов. Все про Бога. Ну, не просто все про Бога, может быть. Все по Библии, да? Но это прежде всего общение с друзьями. Это ободрение, это обмен опытом, это молитва совместная, это обсуждение каких-то вопросов, это общение сердец. я приезжаю не из-за контента, а из-за людей, которых там встречаю. Да, наверное, это и есть, да, отличительная черта. То есть, это не профессиональная какая-то выставка, это не место, где мы просто презентуем свои проекты. Или продаем. Да, продаем свои там новые книги или что-то такое, да. Это общество построено на совершенно других ценностях и встреча основана на других правилах, да. Это впечатляет. Вот вопрос, который особенно актуально задать именно вам, потому что многие знают, что вы поддерживаете общение с братьями, служителями в ангельских церквях почти по всему миру. Я сам это тестировал, можно буквально пальцем ткнуть и попасть в страну, где у вас есть какой-то знакомый пастро, служитель. И в связи с этим, как вы посоветуете поддерживать общение между вот этими, допустим, ежегодными конференциями, когда я познакомился с братом где-то, да, на какой-то конференции, на какой-то встрече, как сделать так, чтобы это было больше, чем просто какое-то мимолетное знакомство, больше, чем просто такое приятельство, привет-привет. Как сделать так, чтобы это было полезно? Это очень хороший вопрос, Антон. И здесь я бы сказал несколько вещей. Первая вещь, просто, ну, ради справедливости. у нас у всех свои, так скажем, объемы возможностей. И не надо брать на себя больше, и нельзя брать меньше. Если Бог дает вам возможность, там, тебе возможность общаться с большим кругом людей, ну, общайся. Если нет, ну, не надо мучиться и сравнивать себя с другими. И это, наверное, первое слово. второе слово, у нас есть естественная тенденция к изоляции, но за единство надо бороться, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. За единство надо бороться. Вот то духовное единство, которое у нас есть, вот видимо, единство, его надо поддерживать. И надо понимать такую простую вещь, что мое взаимодействие с другими, оно обогащает мое служение здесь. Мы часто ставим на два разных полюса, мы говорим, ну, у меня нет времени вот на общение с другими, потому что я занят здесь. Но вся беда в том, что если я занят только здесь, я просто буду слепым, я буду кое-что не видеть, я кое-что не буду понимать, потому что просто я не общаюсь с другими. Ну да, вот как мы говорили, взгляд со стороны. Поэтому как мне это поддерживать? Ну, просто хотя бы по расписанию. Вообще, в принципе, служителем надо быть человеком дисциплинированным. И поэтому просто по расписанию. У меня есть расписание лично у меня. Когда я кому напишу, когда я позвоню. Иногда это приходит естественно, да, просто по моему расписанию идет. И это помогает поддерживать меня в тонусе, помогает им тоже. Это такой формат просто чисто, вот да, надо бы узнать, как там дела. Как дела? Помолиться. Ну, просто все начинает с молитвы. Просто молиться. Просто написать, как дела, о чем могу от себя помолиться. А вы используете молитвные списки? Да, 100%. Это вот просто список людей, я просто смотрю. И потом Бог кого-то как бы дольше держит в меня в этом списке и контакте, а кого-то меньше. И не потому, что там один хуже, другой лучше. Может быть, я не особо подхожу для этого человека, а может быть, он не особо для меня. И Бог уже ранжирует, управляет своим процессом и ты взаимодействуешь с людьми. Но это точно очень обогащает. Я могу назвать просто сейчас вот десятки, десятки людей, как это богословило меня лично в моем служении, начиная там от семьи, заканчивая поместной общиной. Тут, наверное, вот очень хочется уточнить, что значит вот подхожу, не подхожу, потому что... Ну, может быть, знаешь, с кем-то ты общаешься, да, и, ну, может быть, вы не очень друг друга сможете эффективно послужить. И не потому, что там он плохой или ты ужасный, но просто вот может быть, чуть-чуть контекст стал совсем отличным. Может, период такой времени Бог же таки управляет твоим расписанием. И Он больше управляет даже, чем ты сам. Ты думаешь, что ты управляешь, а на самом деле Он ведет тебя. И поэтому сейчас Господь для Него там другого нашел или для меня нашел другого. И поэтому так тоже Господь управляет этим процессом. Ну да. Но ты открыт для того, чтобы взаимодействовать и общаться. Здесь, знаешь, не нужно себя, с одной стороны, заставлять просто ради формы, а с другой стороны, нужно побуждать себя, потому что тенденция к изоляции слишком сильная. И вот этот, это кричащие нужды в общении, там в семье, где-то еще, они всегда будут кричать, и они будут пытаться тебя утащить и зацепить, захватить, чтобы ты потерял более широкую перспективу. И не в плане стал более активен везде, а в плане того, чтобы лучше видеть, что происходит. Мне всегда надо чуть-чуть отходить в сторонку, ну как взяться со стороны, чтобы лучше понимать, куда мне направить свою силу. Потому что тенденция просто засуетиться, осуетиться, перегрузиться очень опасная. Да, и я думаю, наверное, хочется особо сейчас подчеркнуть, что, или пожелание, может быть, такое сказать, чтобы общение между братьями, между служителями церквей не нарушалось из-за происходящего в политическом мире сейчас, да, потому что тому есть очень много примеров, я думаю, и радостно видеть всегда, когда те или иные встречи, общения и диалоги между братьями из разных стран, в данном случае России и Украины, происходят. Наверное, это особенный повод, Надо сострадать друг к другу, поддерживать друг друга, стараться понимать, любить, где-то прощать. Идти навстречу, проявлять инициативу сейчас в сложное время. Это важно, это принципиально важно. Сатана все время пытается нас посеять по разным углам, разбросать, и это не только на уровне стран, народов и даже внутри поместной общины. Хочется особенно подчеркнуть, что экклезия это больше, чем конференция, то есть это площадка, это, можно сказать, агрегатор ресурсов, которые помогают созидать духовно здоровые общины. Но, если мы говорим про именно ежегодную конференцию для служителей евангельских церквей, да, экклезия, то в этом году нас ждет тема «Большое видение для маленькой церкви». что нас ждет на ней? Вот в чем особенность этой конференции? Несмотря на то, что она затрагивает очень актуальнейшие вопросы, и она дает достаточно хорошие ответы. Ее главная сила это помощь практически каждому, кто приехал. Это взаимодействие участников, это общение друг с другом, это возможности просто разговаривать друг с другом не потому, что мы должны что-то сделать, не потому, что мы обязаны что-то реализовать, а потому, что у нас есть запрос, у нас есть вопрос, у нас есть боль, у нас есть надежда, и я говорю с таким же человеком, который подобно мне. И если нету ни у кого, может быть, положительного кейса, мы хотя бы вместе помолимся и поговорим об этом. Вот в этом сила говорить на актуальные вопросы в контексте нашего служения с такими же, как ты, людьми, которые не пытаются себя показать или других посмотреть, которые желают вместе искать пути решения для продвижения Божьего дела ради славы Спасителя и блага окружающего мира. Ну вот, например, в этом году, в 22-м году нас ждет тема «Большое видение для маленькой церкви». Что на самом деле нас ждет? Могли бы рассказать еще раз для слушателей? Знаешь, вот на мою веку это вообще первая конференция на такую тему. Посвященная маленькой церкви? Да, знаешь, вот я совершаю служение с начала 90-х годов. Я был на просто сотнях конференциях. Я не слышал ни одной конференции на эту тему. Вот так, чтобы концентрированно говорили об этом. Во-вторых, подавляющее большинство, подавляющее, это значит почти 90% всех церквей, которые есть, евангельские, в России, и не только, вообще, в странах Большого Советского Союза, даже не только в странах Большого Советского Союза, вообще в мире это небольшие общины, до 50 человек. До. До 50 человек. Надо о них говорить, необходимо и ободрять, и давать перспективу, и обличать, и поддерживать, и подсказывать, и просто молиться друг с другом. И вот на этой конференции мы реально хотим и ободрить сердца служителей, и дать им понятные шаги, я даже сказал бы, где-то даже дорожную карту, и помочь это реализовать, когда они поедут домой. Это будет больше, чем просто конференция, то есть это будет больше, чем встреча. Это будет встреча с последствиями, хорошими последствиями, и для этого человека, и для его церкви, где он трудится. Да, хочется видеть. Ну, вот это такая молитва наша, молитва организаторов, это наш замысел такой. Мы не просто хотим встретиться и забыть друг друга, мы хотим пообщаться и поддержать друг друга в течение последующего времени, чтобы ситуация могла меняться в хорошем направлении. Почему тогда формат онлайн-участия не может заменить поездку? Я мог бы в теории остаться, ничего не терять, ничем не жертвовать, послужить церкви даже вот в эти дни, вместо того, чтобы отсутствовать где-то в другом городе на конференции, да, и просто посмотреть YouTube. Ну, слава богу, что есть онлайн, что я могу хоть что-то услышать. Я скажу так, онлайн — это 20% конференции. Это 20%. Потому что самое мощное начинается после. После вот этого семинара, после этого и проповеди. Это когда ты встречаешься с себе подобными и обсуждаешь. Это невозможно никак воспроизвести. Это просто невозможно. Это настолько разнообразно, настолько контекстуализировано, настолько уникально и неповторимо просто для каждого человека. вторая вещь — это когда ты попадаешь в направление, где ты получаешь ресурсы, где ты получаешь что делать дальше, следующие шаги. Если я онлайн, у меня этого, ну, я лишен всего этого. И в конце концов, когда тебе на самой конференции подходит какой-то брат сказал и говорит, брат, дорогой, я сейчас слушал это слово, бог так поработал с моим сердцем, помолись вместе со мною, ты не можешь это получить онлайн. Вот, поэтому онлайн-то хорошо, но личное присутствие, оно просто не то, что несравненно лучше, оно просто совсем другого порядка, совсем другого порядка. поэтому если у меня вообще ничего не получается, то я понимаю, это вот все, что у меня осталось, это смотреть онлайн. Но если у меня есть реальные возможности, мне нужно сделать все, что возможно для того, чтобы приехать. Рассказываю интересную историю про одного крестьянина вот в такой, это, по-моему, это была уже новая Россия, советская Россия, но могу ошибиться. Ну, по крайней мере, это был съезд евангельских христиан, во главе с Прохановым, и один человек, один участник продал корову, чтобы приехать. И в конце съезда, когда делегаты там делились своими впечатлениями, он вышел и сказал, я смущался, когда я сделал такой шаг, а теперь я просто в восторге, что я приехал сюда. Это больше, чем корова. Это лучше, чем корова. и когда участники услышали то, что ему это стоило и что он это сделал, они собрали ему деньги так, чтобы он купил себе новую корову. Вот, понимаешь, это личное присутствие, личное взаимодействие, оно невероятно. Его, как я сказал, невозможно купить ни за что, и его невозможно воспроизвести никак. Это очень хорошее, мне кажется, напоминание для, наверное, тех, кто склонен мыслить исключительно понятиями информации, что я послушал проповедь, и этого достаточно, ведь самое главное, зачем я еду, это послушать проповедь, но я же могу лучше книжку почитать в таком случае, зачем же мне тратить время на эту болтовню, на какое-то общение. Это здорово, это важно подчеркнуть, что в центре нашего единства находится общение, взаимодействие, взаимопомощь, вот оно самое принципиальное. Да, и в этом плане как же в нашем контексте брату, трудящемуся в церкви, который наверняка параллельно еще работает как-то, чтобы прокормить семью, у него наверняка жена и дом и несколько детей, у него церковь, и у него как всегда дефицит, мы говорим про малую церковь, у него дефицит ресурсов, дефицит людей, он один может проповедовать по воскресеньям, этим 10, 20, человеком, который посещает. Ну, не может он, кажется, вырваться вот из своих дел, из своей загрузки, чтобы там провести, получается, четверг, пятнюю, субботу, а то и даже воскресенье в Москве или будь то, если даже мы говорим шире про любую другую подобную конференцию, что делать? Что делать, если просто не отпускают дела на вот такое общение? Мой ответ такой, это стоит коровы. Это больше коровы. Это больше. Знаешь, для кого-то такого рода конференция станет просто невероятным прорывом. Просто. когда человек увидит, услышит, поймет того, что он раньше не видел. Я помню одного брата, я привез его с собой на конференцию с Дальнего Востока, конференцию, еще на молодежном услужении, и на второй день он ко мне подходит и говорит, молись за меня. Мне кажется, я начинаю понимать. На третий день он подошел ко мне, спасибо большое, я думаю, что я начинаю видеть. А потом, когда мы с ним прощали четвертый день, он просто от радости плакал и говорил, это просто перемена всего. И я могу сказать смело, у него просто служение, оно принципиально изменилось. Вот для некоторых людей, они, знаешь, живут в своем контексте, и они порой элементарных вещей не видят. И эта проблема, как стало, не интеллекта, проблема недостатка общения. Для некоторых людей важно просто приободрить его душу. И оказавшись в среде таких же, как и он, он получит большую поддержку. А для кого-то, приехав сюда, он получит и помощь, и поддержку, и участие, и это, может быть, будет на всю оставшуюся жизнь. Приобретет друзей настоящих, которые такие же, как и он. Поэтому надо проявить какое-то, знаешь, в добром смысле слово творчество, креатив, подумать, как я могу вырваться на несколько дней, потому что это стоит того. Просто стоит того, если я по-настоящему думаю, как мне переломить ситуацию. И знаешь, в чем еще, наверное, уникальная ситуация конференции Экклезия? Она же на самоокупаемости, то есть много вкладывают там организаторы, но в целом она не является проектом кого-то со стороны на нашей конференции. И участники по-настоящему вкладывают туда и рубль, и сердце. И когда ты по-настоящему платишь за это своим временем, своим рублем, то ты приезжаешь не для того, чтобы просто побыть, не для того, чтобы отсидеть, не для того, чтобы просто присутствовать, ты приезжаешь для того, чтобы взять, взять по максимуму. И поэтому и молитва, и внимание, и участие, оно там, оно здесь. И ты вот приходишь на конференцию, ты смотришь на сотни этих людей, и ты видишь, они здесь все не для того, чтобы просто быть, они здесь для того, чтобы господи благослови господи помоги и это совсем другая атмосфера вот она стоит вот всего на самом деле оказаться среди людей которые просто горят жаждаю перемен славы господа желанием развития они такие же как и ты они сталкиваются с такими же вызовами в такой же контексте как у тебя это просто ну не купить ни за что это стоит испытать поэтому надо ехать и молитесь просите я думаю что братья им хватит креатива и смелости дерзновения и в конце концов это же не уехать не переехать это же одно воскресенье на время это просто на несколько дней то есть это же это же адекватно нормально если я сообщаю членам церкви о том что враги друзья более того они скажут это слава богу благословите господь потому что это что-то нам перепадет нас бог честно благословит вот да хорошо а что делать если скажем так вокруг конференции странная репутация да какая-нибудь да вот как вот мне быть если я допустим как мне кажется в чем-то не согласен с представителями вот говорящими на этой конференции вот так вот скажем да какие-то небольшие доктринальные вопросы и так далее знаешь ну первое я бы сказал так нас народе говорят лучший раз увидеть чем тысячу раз услышать как вы пастронако не читал но осуждаю надо просто приехать и посмотреть своими глазами второе на конференции есть прекрасная возможность задать все эти вопросы любые вопросы любому участнику уж тем более спикеру и это поможет лучше что-то понять разобраться и это хорошая площадка где люди честно говорят и общаются и может остаться что те какие-то страхи может быть даже какое-то несогласие окажется и не таковым просто ну и в третьих что может быть лучше чем приобрести брата нежели построить стену и если я могу протянуть руку общения если я могу стать человеком созидания то это самое лучшее ну а если я что-то там уже плохое я облечу и я об этом скажу прямо и в этом тоже проявляется наше братство появляется полное такое настоящее христианство но я могу конечно сказать субъективно да отлично от себя вряд ли вы там чего-то такого встретите могу сказать что многие страхи и слова которые надо летают даже до меня они вообще не имеют ничего реального но приезжайте испытайте сами причете посмотрите смело обличайте если что-то заметите но я не сомневаюсь в том что вы точно получите большое благословение отлично да я думаю это опять же очень-очень идет в связке с тем что мы едем не услышать контент да хотя это тоже мы едем не согласиться или не согласиться осудить спикера или покритиковать оценить его мы едем в церковь да мы едем братьям мы конечно общаться да конечно когда хороший контент и вокруг него общение то это просто здорово ну я расскажу приедьте и критикуйте мы лавочку такую поставим чтобы для тех кто хочет критиковать ничего страшного здорово давайте подытожим все что мы говорили сегодня какие может быть топ-3 или топ-5 советов вы бы дали на тему того как получить максимальную пользу от проведения времени на христианской конференции для служителей ну давай три иначе я разойдусь и будет 30 до первое короткий карандаш лучше длинной памяти поэтому первое надо записывать я на себе конференции которых бываю я сижу и записываю и я записываю это что я слушаю и та рефлексия которого мне сразу рождается касательно моей жизни моего служения всего я просто записываю уже прошло столько лет уже практически 30 лет как я на разных конференциях присутствую и у меня записи эти сохраняются сейчас конечно электронные больше тогда они были такие вот письменные блокнотах тетрадках и я скажу это сокровище я просто листаю их я смотрю ничего себе это сокровище поэтому это первое просто записывайте это с вами бог работает второе спрашивайте общайтесь будьте проактивны если нужна какая-то помощь подходите к организаторам и говорите мне нужна поддержка в этом в этом в этом вам помогут точно но просто будьте проактивны народ наш говорит под лежащий камень и вода не течет надо просто активно вы здесь для того чтобы получить все что бог приготовил для вас берите спрашивайте интересуетесь вас нету миссии себя показать или просто посмотреть вас миссия много взять берите берите все что можно и третье дружите молитесь что бог послал вашу жизнь тех кого можете послужить и молитесь о том что бог послал всю жизнь тех которые могут вам послужить стройте вот эти горизонтальные и прочие связи так чтобы они выходили за рам за рамки конференции и так записываете размышляя второе берите внимайте в третьих дружить мне кажется это отличное резюме того что было звучно мы будем надеяться что еще будем поднимать тему общения между служителями это точно никогда не будет не актуально поэтому евгений спасибо до новых встреч антон слава богу за тебя спасибо за интересные вопросы